Но вы всякое пишите. Не знаю, стоит ли вам доверять. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем снова играть в Сайрон Хэт. Нас в прошлый раз убили, очень тупо убили. Я вообще считаю, что это был баг. Целенаправленная травля меня игрой. Нет, нет. Я буду сейчас выигрывать. А сейчас в рамках инициативы Поддержим Алова я бы хотел рассказать вам о трёх компаниях и просьбу, друзья, не перематывать, так как этот сегмент займёт всего лишь минуту от видео. И, может быть, вам даже что-то приглянётся из этого. Компания Банкетки. Отец и сын из Новороссийска изготавливают изделия ручной работы. О себе пишут, что к созданию каждого изделия подходит с креативом и ответственностью. Это настоящий ручной труд, и в процессе они используют только профессиональные инструменты и станки. Могут обслуживать клиента в период самоизоляции. Далее у нас идёт Мобил Электро. Компания, которая находится в Москве, и занимается арендой дизельных генераторов для обеспечения потребителей электроэнергии. Их специалисты помогут рассчитать мощность, необходимую на конкретный объект, а также своими силами доставят передвижную дизельную электростанцию. Могут обслуживать клиента в период самоизоляции. И завершает наш сегодняшний список цветочная компания Flowers Main. Они находятся в Ростове-на-Дону и занимаются продажей красивых букетов из различных цветов. Обещают качественный продукт. Их бизнес также адаптирован онлайн, и они могут обслуживать людей в период самоизоляции. Друзья, огромное всем спасибо за внимание, честно. И если кто-то из вас или ваших знакомых нуждается в услугах, которые предоставляют данные компании, то обязательно обращайтесь к ним. Ссылки на все три компании, конечно же, будут в описании. И если у вас или у ваших знакомых есть бизнес, и вы считаете, что наша с Максом информационная поддержка может быть вам полезна, то заходите на наш сайт и заполняйте форум. Ссылка будет в описании. Еще раз спасибо, а теперь переходим к видосу. Мы пробуем снова. И надеюсь, игра... Черт, она не сохранилась. Придется начать заново. Это нормально? Так должно быть? На всякий случай я сделаю склеечку. Все, я дошел до этого места, где мы сдохли в прошлый раз. Что теперь? Радио, да. Это Остер Киркланд. Мы услышали, что вы слышали, что вы слышали. Мы будем дать вам информацию о том, что вы слышали. Это был рейнер-статистический рейнер-пределец, так что мы знаем, что вы слышали. Мы будем спрашивать офисы как быстро мы сможем, но, как мы знаем, мы не можем идти в этот район очень легко, так что вы сможете сделать лейт-пределец. Опять. Опять где-то крик слышал. Смотрите, нам в ту сторону надо. Нажмите Z. Мне кажется, он меня решил прям убить, потому что я нажал Z. Я его призвал. И он такой, ну ты нажал, все. Это как бы ты аферту принял. Значит, все, подыхаешь. Видите, он даже сейчас не идет на меня. А мог бы. Жалко мне показаться, сколько у меня патронов. Есть ли у меня вообще или нет. В комментариях вы писали, что вроде как патроны есть. Но вы всякое пишите. Не знаю, стоит ли вам доверять. Не всегда стоит вам доверять. О, блин. Какой-то чаще я скачил. Скатился. Так. Не страшно. Идем. Шварценеггер же смог в джунглях с хищником. И я смогу. Чем я хуже него, да? Чем я отличаюсь, собственно. Все мы люди. А если следовать такой логике, то все мы Шварценеггеры. Вот и все. Почему-то он не хочет на меня нападать. И вот, блин, ожидание, когда он нападет, гораздо неприятнее, чем когда он уже... Смотрите. А, это та вышка. Радиовышка, которую мы починили. Там Сара была без жизни. Она где-то там свою жизнь потеряла, к сожалению. Блин, очень далеко. Этот мост чертовски далеко. Его нету нигде. Где же он появится, а? Откуда? Почему этот лес такой весь без листьев? Что это за парк такой? Что с ним произошло? Кто за ним следит? Мост! Так быстро? Я дошел? Я выиграл? Боже мой, это то существо сделало это? Я помню, видел фабрику вот там. Спасибо. Блин, а это что? Что это такое? Какие-то полезные ресурсы, видимо. Но у меня нет кирки, чтобы добыть. Не думаю, что... Смотрите, как дерево растет. Нифига себе. О, да. О, да. Интересно, я могу запрыгнуть в него? Ладно, дальше не буду пытаться пройти, иначе я просто сдохну, я уверен. Можем по деревьям лазить. Интересно, это поможет нам спастись? Нет, вряд ли. Оно же такое же большое. Эй! А, вот цель. По сути, нас просто сейчас тащат назад. Как далеко мы уйдем. А может быть, надо было просто возле моста ждать? Тот же чел сказал, возле моста, они туда подъедут. Но с другой стороны, на лодочке бы приплыли. Я бы пока отстреливался. Да я бы в плайф, не знаю, пустился. Потому что не страшно промочить штанишки, я уже это сделал. А, нет. Смотрите, вот! Мы тут. Мы тут. Это фабрика? Похоже, просто... Почти здесь. Офицер сказал, что это в эту сторону. Разве? Нет, не сказал. О, блин. Взбранение. Окей. Вот это неприятно здесь. Ой, что это? Блин, это мой дурацкий прицел бликует. Это вообще кусок здания. Просто передняя сторона. Ой, там что-то наверху. Я не знаю, что это. А, столб. Почему ты... Я не могу идти в эту сторону. Прикиньте. Не пускает. Что за фигня? А, вот. Просто кусок, который нельзя пройти. Ладно, пойду сюда. Может быть, там какой-то скрипт? Они хотят, чтобы я на триггер наступил. И скрипт какой-то запустил. Все. Все. Чем дальше, чем тише, тем хуже мне. Пожалуйста, дайте мне почувствовать доминантность над этим уродом. Пожалуйста. Ага, окей. Мы вышли на дорогу опять. Смотрите, какая дорога. Это бетонная, да? Ой. Что? Я почти свободен. Надо просто продолжать идти. Э, куда оружие дел? Почему наружие убрал? Он дурак? Блин. Ребят, это он сам. Я не убирал. Он сам. Он само... Он самоубийца. Ага, вот. Вот дорога. Да. Да. Идем. Что там впереди? Дерево. Полиция. Но сзади, да? Идем. 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 вы видите по моему лицу что я немного недоволен не тем что игра короткая ладно черт бы с ним и почему такая концовка она не интересная я примерно писал что сейчас что такое будет вот но хотелось бы какой-то развязки не знаю чего-то получается очень короткий выпуск простите друзья и я не я определяю хронометраж я принципе если вы хотите чтобы выпуск был подольше можете на 05 скорость и поставить это видео и тогда будете смотреть не за что там получилось минут 8 минут 16 минут будет выпуск потрясающий ладно возможно они еще потом ее за апгрейдит игру добавишь туда еще потому что мы нашли всего одну подругу нас не было возможности никого спасти не знаю что надо было сделать чтобы спасти и мы не видели это чучело например не видели совсем чем это мы толком ты ничего не увидели потенциал есть у игры надо надо такой и от побольше сделать может реально что вот просто карта большая но на ней особо ничего не происходит может быть был был смысл как раз таки сделать об этом мы слышим крик сары она два раза кричит его типа мы должны с первого же крика откликнуться и побежать спасать ее несмотря на что и тогда у нас будет шанс ее спасти если мы на второй крик уже нет не откликнемся то все мы когда придем она будет мертвы например вот такой механизм можно было придумать и было бы интересно увидеть как она там бегает как и убивают в общем вот это вот все было бы прикольно странно что наружу просто убрал это такое непонятное решение я в это не верю а я я не верю так бы человек не поступил я бы пока не оказался у себя дома свои свои спальни где уже все все нормальной я бы оружие из рук не выпускал нет 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 в целом игра позабавила меня к сожалению мы с вами даже не успели популять нормально в него ничего не смогли сделать он бессмертный вы поняли да он бессмертный ничего с вы не сделаете зло она бессмертно особенно если вы в него верите а мы сейчас бац и перестали верить все не верим больше нас не пугает друзья поэтому не бойтесь он к вам не придет ночью а я приду я приду к вам ночью я прихожу особенно когда есть печеньки знаете что надо сделать чтобы призвать меня вы ставите в тарелку с печеньками и стаканчик молока себя под кроватью когда вы проснетесь посмотрите там уже не будет еще не будет ваших денег и вашей чести и меня не будет вот так призывайте меня я жду если вы это сделаете я буду угорать замутите эту фигню и сфоткайте вышлите вк в паблике опубликуйте это будет очень забавно на тарелку с печеньем и стакан с молоком под кроватью и я приза и я прибуду к вам выкладывайте фотки все кто был за фотки я прибуду давайте я жду ритуал должен состояться ребят очень должен очень состояться ладно я конечно тяну время чтобы выпуск получить подольше но может вы хотите со мной поболтать еще а я с вами не очень потому что вы печенье все оружие такие дела тупые то что вы печенье не поставили с молоком вот тогда поставить и поговорим ухлады я уже переднюю страдаю огромное спасибо ребят что смотрели это был саркет быстренько вот так моего хоп-хоп-хоп от тарабанили попробую найти еще какую прикольную игру да это неделя ужасов которые растянутся на пару недель скорее всего но не значит что я только буду ужасы делать и это не значит что я не делаю какие другие вещи ребят я монтирую кое-что монтирую на мне много монтажа и успеваю я про арх разумеется говорю да еще про кое чем но это кое-что не знаю получится в итоге или нет будет нормально лет если нормально не будет то не буду выкладывать если будет то буду вот но арк я делаю сам дофига материалов я вы бы умерли вот короче все это будет не надо память в комментах да хотя чё я гоню спамьте делайте делайте все что вы делаете в комментах я люблю видеть жизнь в комментах огромное спасибо что смотрели с вами был юджин лайкайте комментируйте конечно же подписывайтесь не забывайте про колокольчик чтобы не пропустить новые видео и вообще все ссылки на все соц сети будут в описании под видео и всем конечно же петюль напоследок вы готовы по традиции для всех доску своих 1 2 3 и у петч